Доктор Дядя Миша Русский язык. Правописание падежных окончаний имен существительных первого склонения. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский врач, сейчас на пенсии. А это мой друг, немецкая овчарка Алтай. Он тоже с вами здоровается. Сегодня мы ждем в гости наших друзей Веру и Фому. Они брат и сестра. Верочка учится в четвертом классе, а Фома в девятом. Он помогает сестренке в учебе. А если вопрос сложный, мы стараемся разобраться вместе. А вот и они. Да-да, сейчас открою. Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Добрый день, Дядя Миша. Приветствую вас, друзья мои. Проходите в комнату. Чай уже на столе. Спасибо. Я вам сегодня запеканку испек. Ммм, как вкусно. Запеканка. Существительное женского рода. Это же первое склонение, да, Дядя Миша? Да. А почему ты спрашиваешь? У нас был диктант, и я сделала несколько ошибок. У меня тетрадка с собой. Посмотрите, пожалуйста. Ну, давай. Ага. Из избушки на дачи в лачуги. Да, вот в этих словах я ошиблась. Нам с тобой необходимо разобраться с падежными окончаниями имен существительных первого склонения. Помнишь, какие слова к нему относятся? Да. К первому склонению относятся существительные мужского рода. И? И женского рода. С окончаниями а-я. Молодец. Еще к первому склонению относятся существительные общего рода. Это когда можно сказать и про мужчин, и про женщин. Трудяга, молочина, непоседа, умница. Отличное дополнение, Фома. Спасибо. Ну что же, предлагаю вам отправиться в путешествие. А куда? Мы с вами в этом месте уже бывали. В цветочный город. Там, где живет незнайка и его друзья? Здорово! Давненько не виделись. Давайте скорее в путь. А вы с нами? Нет. Сегодня вы с Фомой отправитесь туда сами, без нас. Алтай, перенеси, пожалуйста, ребят в цветочный город. А вон и незнайка. Сидит, что-то пишет. Незнайка! Здравствуй! Вера, Фома, привет, друзья! Привет. Что делаешь? Уроки. И как? Получается? Не очень. Давай мы тебе поможем. Спасибо. Показывай, что тут у тебя. Нужно правильно расставить пропущенные буквы в словах. Ну что же, давайте я буду диктовать, а вы с Верой пишите. Первый столбик. Из земли, по воде, на стене, о звезде. Готово? Да. Готово. Посмотрим. Ошибок нет. Молодцы. Ура! Теперь я продиктую второй столбик. Из избушки, по комнате, на машине, о кошке. Так. Показывайте, что написали. Вот. Смотри. Так-так. Из избушки, по комнате, на машине, о кошке. Хм. Да. Печально. Что такое? Вы оба неправильно написали окончание в этих словах. Что же нам делать? Кажется, я знаю, кто нам поможет. Сюда идет... Знайка! Знайка! Привет! Здравствуй, Знайка! Добрый день! Здравствуйте! Незнайка, Вера и Фома. Рад вас всех видеть. И мы рады. Помогайте Незнайке с уроками. Стараемся. А знаете, о чем вы еще не вспомнили? О чем? Как поставить существительное в начальную форму? Я знаю. Начальный для существительных является форма единственного числа именительного падежа. Например, гроза, тишина отвечают на вопрос «что?». Или леса, змея отвечают на вопрос «кто?». Правильно, молодцы! А теперь давайте вместе подумаем над словами, которые вы записали. Чем они отличаются? В первом столбике были слова «из земли, по воде, на стене, о звезде». Окончания ударные. Во втором – из избушки, по комнате, на машине, окошки безударные. И те, и другие относятся к первому склонению. Но ошибки у нас только в тех словах, где окончания безударные. Значит, мы будем учиться, как правильно писать безударные окончания имен существительных первого склонения. Вот вам задание. Просклоняйте имена существительные «сестра» и «папа». Поставьте ударение, выделите окончания. Именительный падеж. Кто? Что? Сестра. Папа. Родительный – кого-чего? Сестры. Папы. Дательный падеж. Кому? Чему. Сестре. Папе. Винительный падеж. Кого? Что? Сестру. Папу. Творительный. Кем? Чем. Сестрой. Папой. Предложный. О ком? О чем? О сестре. О папе. А теперь важный момент. Какие окончания имеют существительные одного и того же склонения в одном и том же падеже? Одинаковые, ударные и безударные. Правильно. И какой из этого следует вывод? Получается, у имен существительных первого склонения одинаковые окончания. И ударные, и безударные. Отлично. Молодцы. Значит, как проверить безударное окончание имени существительного? Поставить ударение в слове. Если окончание ударное, то пишется так же, как и слышится. А если окончание безударное, то надо поставить существительное в форму именительного падежа единственного числа. Определить род существительного, по роду и окончанию определить склонение. А не ошибиться помогут слова-помощники Например, слово первого склонения – рука Слово второго склонения – плечо Слово третьего склонения – грудь Подбираю слово-помощник и ставлю его в том же падеже Или вспоминаю окончание по таблице Пишу такое же окончание, как и в слове-помощнике или в таблице Правильно! Итак, мы вспомнили все способы проверки Теперь приступаем к тренировке Согласен! Вернемся к словам, которые вам Фома диктовал Из избушки По комнате На машине Окошке Избушки Кого-чего Это родительный падеж – окончание безударное Чтобы правильно написать букву безударного гласного в окончании имени существительного Нужно поставить имя существительное в начальную форму Именительный падеж – единственное число В именительном падеже это будет избушка Определяем склонение Женский род – окончание А Первое склонение Сделаем подстановку проверочного слова Имени существительного этого же склонения с ударным гласным в окончании Например, слово «река» Ставим это слово в родительный падеж Кого-чего? Реки Окончание и… Значит, правильно писать Из избушки Отлично! А теперь давайте проверим словосочетание на машине Какое здесь окончание? Фух, безударное Не вздыхай! Сейчас мы легко проверим На машине Падежь дательный Его вопросы – кому и чему Машине Ага Начальная форма слова – машина Это первое склонение Возьмем в качестве проверочного слова «вода» Чтобы окончание было под ударением И поставим его в дательный падеж Кому-чему В воде Окончание – е Значит, на машине Правильно! Ну что, я доволен! А я не очень Что? Как? Почему? Да вот, увидел у ворот машину на сиропном двигателе Это мне винтик и шпунтик подарили А что же она такая грязная у тебя? Ой, непорядок! За техникой ухаживать надо Именно! Простите! Сейчас я машину помою Будет как новенькое блестеть То-то же! Молодец! Спасибо вам! Вера, Фома и Знайка Помогли мне с падежными окончаниями Имен существительных первого склонения Мы тебе и с машиной поможем Вместе веселее И быстрее! Спасибо! А я вас тогда на ней по цветочному городу покатаю Отлично! Тогда за работу! Вперед! Друзья! Неси Алтай, ошейник свой чудесный Вновь доктор дядя Миша ждет гостей Нам предстоит немало путешествий Вопросов, разговоров, новостей За столом друзьям не тесно Разговор идет живой Будет в школе интересно Вместе с Верой и Фомой Редактор субтитровал Дуб Синьaffe Автор субтитровал DimaTorzok Продолжение следует...